всем привет с вами серж и сегодня мы поговорим хотя нет подождите опять редакторы что-то принесли и это о нет о да это гиперфьюз 2011 года 2011 официальный релиз по всему миру запланирован на 15 июля но вы уже можете их увидеть практически в живую в них он бы бегал ронда в двух цветах уже кроссовки заготовлены в других цветах для ламара одема раз у вас брук обычный набор и так чтобы презентовать гиперфьюз 2011 естественно нам нужны гиперфьюз 2010 но добавок хочется еще сравнить их с флайбай ир макс флайбай все кроссовки между собой похожи я сейчас покажу нас и суть практически не изменилась а если мы говорим о деталях то покажу я вам отличие значит на корпусе вы видите что на гиперфьюзах первых есть сетка на носу с внешней стороны а также с внутренней передней части если же мы покажем гиперфьюз 2011 на носу нет материал здесь чуть поплотнее на мой взгляд он продавливается сложнее и по ширине такое же давление испытывает больше сопротивления отверстия вентиляции плюс появились отверстия для вентиляции на пятки здесь здесь а также с внутренней стороны тут и тут поднялись отверстия выше и здесь два то есть стало меньше вот какой нос и для освежения памяти покажу нос с внешней стороны на пятки ничего нет с внутренней стороны много отверстий показываю область ахилла плотный здесь прямой угол бока довольно мягкие как из пены ну и вот это отличие принципиально подошвы здесь пупырышки некие а теперь 2011 здесь не пупырышки здесь просто принт на боковой части подошвы а также в области пятки вы видите выемку как на шокс гиперболлер предыдущей видео презентации для удобства язычок гиперфьюз остался неизменным количество отверстий для шнуровки также 8 но сдвинулась шнуровка немного выше а также основное принципиальное отличие это захлёст захлёст идущий на ногу который не позволяет не должен им позволять по идее разбиваться по ширине то есть они то есть этот бортик должен сдерживать вашу ногу и второе принципиальное отличие которое сразу не видно внутри вот вот эти вот этого трафарета какие-то более жестко какой-то более жесткий материал который не позволяет им сгибаться и прям чувствуется сопротивление в области пятки вот вы можете видеть небольшой переход материал вогнутый и выпуклый вот здесь жесткая и она уходит вовнутрь и это должно держать ногу и фиксировать здесь стакан область пятки очень качественный подошва для начала покажу выступ внешний выступ такой же как и на предыдущей модели отличий практически нет а подошва вообще не отличается балетик ну только цветом рисунок остался один в один поэтому можно смело сказать что компания nike хорошенько потрудилась сделал небольшой шажок вперед и следующая модель фьюз базирующаяся на фьюз должна быть с какой-то нереальной инновацией чтобы привлечь внимание не гипербомб или что-то там а принципиально новая модель как шокс гипербойлер например поэтому осталось только испробовать их в действии да кстати один момент забыл вам рассказать этот цельный лист фьюз материал и если на шокс гипербойлер был шов на пятке то здесь шов только с внутренней стороны вот здесь он идет его практически не видно по кромке это единственный цельный лист который взяли свернули подошву приклеили все рваться практически нечем поэтому осталось дождаться появления этой модели в магазинах а это произойдет в середине июля и можно будет насладиться а у нас на сайте в ближайшее время вы обязательно сможете прочитать обзор по этим кроссовкам с их техническими характеристиками и если вам будет это нужно и вам поможет это можете базировать свой выбор на следующий сезон с вами был серг сайдсоллфандер до скорых встреч сайдсоллфандер до скорых встреч